Ведь история нашего города неразрывно связана с морем, как и жизнь многих петербуржцев. Об одном из них сейчас расскажет наш коллега Дмитрий Аксенчик. Для этого он отправился в библиотеку на Морской. Дима, здравствуй еще раз. Ты снял свой тренч, хорошо? Доброе утро. Действительно, в библиотеке на Морской мы сейчас находимся. И что важно, на Васильевском острове. Это важное уточнение, действительно, потому что этот выдающийся человек, моряк, о котором мы хотим рассказать, он как раз-таки Василия Строиц. Посмотрите на его волевое лицо. Его зовут Эрик Сергеевич Бородин. У него действительно впечатляющая, на самом деле, биография. Контрадмирал, флагманский штурман Тихоокеанского флота, мастер спорта СССР по морскому многоборью. И вот здесь как раз несколько стеллажей с личными вещами этого человека. И вот здесь, как раз-таки, рядом с нами заведующая библиотекой Антонина. Доброе утро. Расскажите нам о самых интересных экспонатах. Доброе утро, Дмитрий. Самые интересные экспонаты представлены пожарно на этой витрине. Это письмо, которое контрадмирал Эрик Сергеевич написал своей жене Галине из похода по Индийскому океану. И, конечно, телеграмма ответная, которую она прислала. На тот момент обмен связи был не очень прост, поэтому это представляет особую ценность. Здесь также представлены ордена и медали Эрика Сергеевича, наградной именной кортик, приглашение на прием в честь Дня военно-морского флота и подарки, которые дарили Эрику Сергеевичу. Например, министр обороны СССР подарил вот такой замечательный фотоаппарат. На фото представлен Эрик Сергеевич, а дальше на витрине у нас расположены фото, которые Эрик Сергеевич сделал этим фотоаппаратом. Судя по всему, Эрик Сергеевич был достаточно юным моряком, когда ему подарили этот фотоаппарат, да? Да, да. Он еще был капитаном. Здесь написано, он был капитаном первого ранга на тот момент. Видеокамера, которой Эрик Сергеевич тоже пользовался с большим удовольствием. И призы его за различные конкурсы. Здесь еще есть секстан на нижней полке, он представлен. Тоже замечательный и редкий экспонат. Ну, давайте теперь изучим второй стелаж. Хорошо. Если там были такие личные вещи, то здесь уже, что касалось его, я так понимаю, уже профессиональной больше деятельности. Да, то, что касалось его карьеры. Здесь представлена его дипломная работа. Тема использования искусственных спутников Земли в целях кораблевождения. И представлены письма, статья, которую он отправлял в газеты и журналы, которые посвящены военно-морской тематике. И его ответы, что ему отвечал военно-морской флот. Редакция журналов «Морской сборник», например. Они говорили, что нужно доработать. Вносили какие-то корректировки. И, в конце концов, информацию, которую подавал Эрик Сергеевич, используется в военно-морском флоте до сих пор. Здорово. Спасибо большое, Антонина. Ну, мы с вами уже немного познакомились с историей Эрика Сергеевича. А здесь с нами тоже в прямом включении человек, который знал его лично. Это его внук Юрий. Доброго вам утра. Да, здравствуйте. Каким вам запомнился дедушка? И как это вы предоставили всю эту коллекцию библиотеке? Ну, получилось так, что я давал интервью для подкаста «Библиотеки на морской». И в ходе разговора как раз я обмолвился о том, что мой дедушка до конца жизни жил на Васильевском острове. И как-то так вот получилось, что сложилась, да, «Библиотека на морской», «Васильевский остров». Вот. И возникла, да, вот у Антонина возникла такая идея действительно сделать вот такую выставку, за что я очень благодарен, потому что на самом деле здесь на выставке представлена малая часть тех архивных документов и личных вещей моего деда. Дед был немногословен, да, как любой военный человек. Очень много вещей, которые мы просто выясняли по ходу, так сказать, подъема документов. В частности, вот, например, центральный, наверное, экспонат, вот лично для меня, да, это вот мы буквально недели, наверное, две назад, да, мы с тобой подняли вот архивный документ. Это карта похода «Индийский океан» 67-го года. 67-го, правильно? 68-го. Вот. И она полностью, собственно говоря, дедом моим вот прочерчена, да, от Владивостока до Бомбея. Юрий, что ж, вы еще очень кстати, что вы музыкант группы «Филармония». Весьма актуально, как не в ММФ, да, спросить, была ли любимая песня у вашего дедушки? Конечно, конечно, была. Это была песня, называлась «Вечер на рейде». Сможете ли вы нам ее исполнить? Да, давайте куплетик обязательно спою. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Хорошо. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море и ранней порой. Вот мы ранней порой продолжаем нашу программу.